Эфир СТВ продолжает новости. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. И коротко о главном к этому часу. Об инвестициях, финансах, торгово-экономическом сотрудничестве. Александр Лукашенко провел встречу с представителями китайских СМИ. Обыскали и отпустили. МИД Беларуси требует у французской стороны провести расследование инцидента с нашими хоккеистами в Париже. И машина, которая на плаву может преодолеть водную преграду. Отечественный броневик Кайман поступит на вооружение национальной армии. В Европе не найдется более близко Китаю страны, чем Беларусь. Об этом сегодня заявил президент на встрече с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Между странами сложились прочные и надежные связи. Отношения государств вносят характер стратегического партнерства. В настоящее время вместе мы создаем китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Реализованы десятки инвестиционных проектов в энергетике и строительстве. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки и туризма. При этом, как отметил Александр Лукашенко, наша страна от отношений с Китаем ожидает еще больших результатов. На фоне 25-летний период нашего сотрудничества привел нас к самому высокому уровню сотрудничества между Китаем и Беларусью. Уровню, который только возможен в Китайской Народной Республике в отношении с другими странами. Мы имеем взаимовыгодное, доверительное, стратегическое партнерство. Руководство Китая нам всегда говорят о том, что если вам нужны будут деньги для развития экономики, кредитные ресурсы, мы вам поможем столько, сколько у вас будет нормальных проектов, окупаемых проектов. В этом отношении у нас абсолютно нет никаких проблем. Мы очень много предприятий в энергетике, в строительстве, как я говорил, построили с участием китайских строителей, китайских специалистов на основе китайских технологий. А технологии Китай собирал по крупицам со всего мира. Нам очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах. Хотя у нас очень быстро идет развитие по всем направлениям, но экономика – это фундамент. Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк «Великий камень» самые передовые предприятия с самыми передовыми технологиями, технологиями завтрашнего, а может и после завтрашнего дня. Создавать здесь старые предприятия со старыми технологиями, рассчитывая только на сегодняшний сбыт продукции, в этом регионе нельзя. И скажу вам откровенно, что мы рассчитываем на более быстрый приход инвесторов, и прежде всего с Китайской Народной Республики. Индустриальный парк в Беларуси – это, можно сказать, проект Си-Дзиньпина. Не зря он назвал его «жемчужиной» этого шелкового пути. Поэтому провалить этот проект мы ни в коем случае не можем. Я надеюсь, что после нашей встречи в Пекине индустриальный парк «Великий камень» получит свое дополнительное дыхание и развитие. У президента журналисты спросили о будущем белорусско-китайских отношений, роли Китая на международной арене и развитии регионального сотрудничества. С провинциями Поднебесной наша страна диалог ведет не первый год. Например, с Гуандун по объему ВВП здесь обогнали даже Россию. Совсем скоро представители этого региона построят на территории индустриального парка «Великий камень» светодиодное производство. Точки соприкосновения есть и в сфере социальной. Гуандун по экономическому развитию потенциалу по уровню ВВП это больше, чем Россия. Наверное, тут трудно к этому что-то добавить. У вас очень развито производство телекоммуникационного оборудования, другой электротехники. Вы химическое производство имеете, вы производите обувь, текстиль, ну что только вы не производите. Вы производите все. Больше триллиона долларов валовый внутренний продукт. Мы очень заинтересованы в развитии отношений даже на уровне нашего государства с вашей провинцией. Мы активизировали торговлю продуктами питания с вами. Мы значительно продвинулись в сфере туризма, науки. И сегодня идет разговор об открытии авиарейсов между Минском и Гонжоу. Поэтому перспективы хорошие. У белорусов есть много направлений, которые можно изучать и приспосабливать. В Китае это правильно. Вы очень точно сказали о поддержке материнства, детства. Мы просто лидеры. В тройку входим государств мира по доступности здравоохранения для населения. Самые передовые технологии в Беларуси освоены. Ну, словом, если задумаете рожать или кто-то у вас приедет, родите у нас в Беларуси, вы почувствуете, что такое забота о матери. Отмечу, это первый масштабный пресс-тур представителей средств массовой информации Китая в истории отношений двух стран. Он организован специально накануне саммита «Один пояс и один путь», участие в котором примет и Беларусь. Он пройдет в Пекине в середине мая. Министерство иностранных дел Беларуси требует у французской стороны провести расследование инцидента с нашими хоккеистами в Париже и представить разъяснение. Кроме того, наши дипломаты ждут официальных извинений в связи с досмотром команды на железнодорожном вокзале. Этим утром во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Франции. В ходе встречи белорусская сторона высказала решительный протест. Как подчеркивается в заявлении, обыски были проведены в унижающее человеческое достоинство форме. Накануне вечером в Париже, куда команда прибыла для участия в чемпионате мира, хоккеистов обыскала полиция. Были досмотрены личные вещи, у врачей проверили все медпрепараты. Процедура заняла около 20 минут. После того, как правоохранителям не удалось ничего найти, команду отпустили. Мы понимаем важность обеспечения безопасности всех гостей, всех участников турнира. На данный момент в Париже введен режим чрезвычайного положения. При этом мы считаем, что официальные участники спортивной делегации могут хотя бы быть предупреждены о подобных процедурах заранее, либо же тогда все делегации должны быть в равных условиях. Федерация хоккея Франции уже вчера принесла официальные извинения Белорусской Федерации хоккея. На данный момент мы продолжаем готовиться к выступлению на турнире. Напомним, что это не первый инцидент с обыском белорусских спортсменов на территории Франции. В апреле прошлого года участники сборной погребли на байдарках и каное тоже подверглись тщательному обыску. У спортсменов искали мельдоний. Тем временем во Франции прошли решающие теледебаты кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Липен. За несколько часов политики обсудили немало тем. Глобализацию, исламский терроризм, отношения с Евросоюзом и бюджетную экономию. И, естественно, не сошлись ни в одном вопросе. Выступление Липен запомнилось колкими репликами. Например, она заявила Макрону, что тот представитель дикого капитализма, способный продать страну по кускам. На что Макрон упрекнул Липен в том, что они вот уже 70 лет разжигают в стране ненависть. Кроме того, раскритиковал идею лидера националистов о возвращении к Франку. Напомню, окончательный выбор французы сделают в воскресенье, когда состоится второй тур президентских выборов. Специальная комиссия Нижней палаты парламента Бразилии одобрила пенсионную реформу. Согласно законопроекту, в стране предлагают установить минимальный возраст выхода на заслуженный отдых. 65 лет для мужчин и 62 для женщин. Бразилия переживает самый серьезный экономический спад за последние 100 лет. Пенсионная реформа – одна из важнейших инициатив президента Мишела Тэмера. По мнению главы государства, внесение изменений в данное законодательство необходимо для стабилизации финансового положения страны и предотвращения коллапса самой пенсионной системы. Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Киеве. Его брат получил сильные ожоги, поражено 65% поверхности тела. К трагедии привела неосторожность. Молодые люди пытались сфотографировать себя на крыше вагона и получили мощнейший удар током. Подобная практика селфи во всем мире из года в год уносит больше жизней, чем акулы. В США расследуют ЧП на автомобильном аукционе. В городе Белирико джип въехал в толпу. Под колесами погибли три человека, около десяти получили ранения. Многие пострадавшие в критическом состоянии. Виновник ДТП – пожилой мужчина. По предварительным данным, он потерял управление. Полиция считает инцидент несчастным случаем. Полиция Малайзии обнаружила склад с оружием, которое предназначалось боевикам террористической организации «Исламское государство». Арсенал экстремисты копили не меньше года, чтобы затем устроить теракты в Малайзии и за рубежом. Правоохранители не исключают, что могут быть и другие схроны. Таисия Саховская, телекомпания СТВ. Бронированная машина «Кайман» поступит на вооружение белорусской армии. Техника предназначена для участия в разведывательных операциях, миротворческих миссиях, сопровождении колонн, ведении действий в условиях чрезвычайной ситуации. Задача создать легкую бронированную машину была поставлена президентом Беларуси три года назад. Уже изготовлены пять броневиков. «Кайман» – разработка белорусских конструкторов, позади заводские испытания и тест-драйв в сложных естественных условиях. Боевая масса машины около семи тонн. Она способна на плаву преодолевать водные преграды, а на трассе развивает скорость до 110 км в час. И последнее. В Китае завершается вкусный фестиваль булочек. Это уникальный праздник, свидетелем которого можно стать только на острове Чхончхау. Красочные парады, уличные представления и религиозные обряды. Но то, ради чего приезжают сюда туристы – сражение за рисовые булочки. Перед храмом Пактай возводят две бамбуковые башни, которые просто унизаны этим китайским лакомством. По поверьям, той команде, которая сорвет булочку на самой верхушке пирамиды, весь следующий год будет сопутствовать удача. На этом у меня пока все. Следите за новостями на сайте ctv.by и присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. На развитии событий в 16.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok